Всем привет! Помните, в прошлом году я ходила в Кванториум, училась новому и выполняла челленджи с наставником? Да, это лапка пчелы, вот я дошла тут. Красная шапочка. О, колобок! Так, мне немного страшно. Еее, мы справились, мы починили ниточку. Я думаю, что можно считать, что мы прям победители с тобой. Мы точно победители, это однозначно. Просто механика это немножко не наша. Так вот, сейчас я сама буду проводить урок анимации, и наставник мне в этом поможет. А в конце видео ты узнаешь, как получить от меня подарок. Девчонки, всем привет! Сегодня у меня для вас необычное занятие. Я подготовила для вас небольшой сюрприз. Занятие буду вести не я. К нам сейчас придет блогер, я думаю, точно все ее знаете. Это Маша Лилпи. Всем привет, девчонки! Как ваше настроение? Отлично. Рада, что все классно. Сегодня мы вместе с вами поговорим про анимацию. Итак, что же такое анимация? Анимация, я думаю, вы все знаете, что это такое. Вот, например, того, что человечек бежит. Вот такая вот анимация. И если мы разложим ее на кадры, то получится примерно вот такая вот картина. Тут у нас 4 кадра с одним действием. То есть это все человечек бежит, но при этом это разные фазы действия. То есть, когда мы бежим, у нас же меняются, например, руки, ноги, положение. И тут то же самое и нарисовано. А если все эти кадры соединить и быстро-быстро переключать между собой, то получится вот такая вот анимация. Чтобы видео получилось плавным, то нужно как минимум 24 кадра в секунду. Но это прям, чтобы получилось плавное-плавное видео. На самом деле, можно делать и меньше, но тогда будет не такая плавная анимация. Итак, что же такое кадр? Кадр — это просто статичная картинка. Их нужно несколько, как бы разные вот действия. Вот это, например, один кадр. У нас вот их 4. Потом нам нужно их всех соединить. Это уже секвенция. И получается, соответственно, анимация. Сцена — это уже анимация с сюжетом. То есть, когда мы понимаем уже, что происходит. Например, вот тут вот человечек бежит от одной елочки к другой. И это уже получается какое-то действие. То есть мы понимаем, что происходит именно на этой картинке. И когда сделать много-много разных сцен, то может получиться полноценный мультик с сюжетом. Сейчас я вам рассказала самые базовые, самые основные факты о анимации. Надеюсь, что вам все понятно. А насколько вы это усвоили, мы проверим с вами в следующем этапе, когда каждый из вас попробует нарисовать свою анимацию. А ты уже захотел обучаться в Кванториуме? Тогда тебе важно знать, что Кванториумы открываются по всей России благодаря национальному проекту образования. Обучение в Кванториуме бесплатно для всех детей. Ну а сейчас мы с вами перейдем к самому интересному, к практической части. Я думаю, Маша сейчас нам расскажет об этом поподробнее, как мы будем это делать. Да, девчонки, сейчас вы сами попробуете нарисовать очень простенькую секвенцию, то есть такую небольшую-небольшую анимацию. Давайте попробуем сделать именно анимацию бега. Нам понадобятся всего две картинки, чтобы вы поняли, как это работает. Вот, давайте сейчас вам покажу небольшой пример. То есть рисуем максимально простенького человечка. Вы можете, например, нарисовать какого-нибудь персонажа. Ну, можете просто нарисовать, вот, как палка-палка огуречек получился человечек, например. Вот. То есть он у нас прям в таком активном, на самом деле, беге у меня получается. Человечек, то есть он неспокойно идет, он прям бежит. И теперь нужно нарисовать вторую картинку, почти точно такую же, только в другой фазе. Самое главное, ребята, нарисовать этих человечков одного под другим. Чтобы у менялись, например, только руки-ноги. Получается как-то вот так вот. И если соединить две эти картинки и быстро переключать, то человек получается вот так вот бежит у нас. Теперь, девчонки, предлагаю вам нарисовать это в своих блокнотах. Посмотрим, что у вас получится. Так, ну, мы с Машей видим, что вы справились со своей задачей. У всех получилось очень круто. И теперь вы понимаете, как работает стоп-моушн-анимация. И я думаю, то, что мы готовы переходить к самому интересному. Давайте попробуем создать свой полноценный мультик. Так, ну, это тоже нет. Какая-то буретка, а зачем? Что это? Девчонки, ну как, вам понравилось? Да, мне понравилось. Классно. Мне уже не терпится посмотреть, какие результаты получились. Было очень приятно с вами работать. Итак, давайте посмотрим наше первое видео, которое делала Эва. По полям, по полям. Синий трактор. Там в конце выражение такое? В конце, гениальный конец. Случилось классно, и вот ты супер. Работяга. Давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Один день из жизни работяги. Так, теперь давайте перейдем к следующему видео, которое делала Варя. Это просто, мне кажется, это один из самых-самых гениальных мультиков, просто который такой существует. Просто, посмотрите, тут такой существует. Сценарий просто. Во-первых, какие пейзажи тут. Да, давайте похлопаем тоже. Варя, ты супер. Так, ну и перейдем к последнему нашему видео от Арины. Здесь начались очень плавные переходы. Мне нравится, как он краба забирает такой. Опа, это все мое. Все мое. И рапусть очень круто подобран. Вау, мне очень нравится этот мультик. Особенно еще цветовая гамма, композиция вообще крутого. Супер. Арина, ты умничка. Девчонки, вы большие молодцы. Маша, спасибо тебе большое, что ты сегодня была с нами. Я просто в восторге от того, как ты справилась с ролью наставника. Спасибо большое, Наташа. И вы тоже, девчонки, да. Огромные молодцы. Я желаю вам дальнейших успехов в сфере анимации. Ну, а наш урок окончен. А теперь о том, как получить от меня специальный подарок. Приходи в Кванториум, находи картонную меня, делай со мной фото и выкладывай с хэштегом ЯИЛЛП в Кванториуме. А я выберу троих и пришлю им подарки. А чтобы учиться в Кванториуме, покажите этот QR-код родителям, чтобы они нашли ближайший Кванториум в твоем городе. Обучение в Кванториуме абсолютно бесплатное для детей по всей стране. Благодаря нацпроекту образования. Пока-пока! Мне очень понравился сегодняшний урок. Я узнала много чего нового об анимации и как ее создавать. Мне все очень понравилось. Было интересно, особенно интересно слушать от своего сверстника, потому что наставники, конечно, расскажут, безусловно, хорошо, тоже интересно. Но когда слушаешь от своего сверстника, становится интересно вдвойне. Я советую сюда ребятам ходить, тут очень интересно. И, скорее всего, надеюсь, здесь новых друзей.